Всем привет! Меня зовут Елена и сегодня мы поговорим о бегемотах. Если порыться в интернете, можно найти много информации о том, что молоко у бегемотов розовое. Да-да, именно розовое. Правда ли это? Сразу скажу, тем, кто не досмотрит видео, нет. Хотя, есть один нюанс, при котором молоко может стать действительно розовым. Но давайте по всем по порядку. Санка бегемота, как и все млекопитающие, производят молоко исключительно белого, или как его еще называют молочного, цвета. Но молоко санки бегемота действительно может стать розовым, если в него попадает, если говорить понятное по простому, под бегемота. А если точнее, секрет ее слизистых желез, заменяющий гипотамом потовые железы. Его также называют кровавым потом. Но это не пот и не кровь. Это смесь гипосудоровой кислоты и наркопудровой кислоты, естественного, солнцезащитного и увлажняющего средства. Оно защищает кожу бегемота от палящих лучей солнца и бактерий и помогает адаптироваться к загрязненной среде обитания в болотах и защищает от пылящих лучей солнца. И вот если продукт секреции этих залоз смешать с молоком, тогда произойдет реакция и молоко станет розовым. Но, как я уже сказала, бегемот дает исключительно белое молоко и очень маловероятно, что этот пот попадает в молоко, так как при кормлении детеныш бегемота очень плотно присасывается к маме и молоко и этот пот не смешивается. Детеныш пьет белое молоко. Более того, детеныш бегемота может питаться даже под водой и из этого можно сделать вывод, насколько плотно он присасывается к маме и что пот в молоко не попадает. Так что можно точно сказать, что молоко бегемота белое.